Здравствуйте! Как я выращиваю перцы и помидоры уже неоднократно рассказывал, есть отдельные ролики. А сейчас хочу предложить вашему вниманию информацию о том, как это делают другие опытные огородники. Итак, начинаем. Жанна рассказывает. Вот так я выращиваю свои помидоры и перцы. На дне рассадного ящика насыпан слой очень мелкого керамзита, дренаж. А все саженцы разделены картонными полосками. Их корни не соприкасаются друг с другом. По мере надобности досыпаю землю к рассаде. Когда наступает пора высадки, аккуратно вынимаю пакет из ящика и рассаживаю помидоры в лунки. Кстати, пакет можно использовать потом для утилизации дачных отходов. Никогда не сажаю рассаду помидоров и перцев в тару от молочных продуктов. Там могут получиться неблагоприятные условия из-за молочно-кислых бактерий. Использую рассадные ящики со сменными пакетами, пластиковые стаканы емкостью 400-500 мл и специальные рассадные стаканы. Все это прекрасно моется и может служить не один год. Надписи делаю маркером, которые потом прекрасно удаляются с помощью водки и спирта. От себя только добавлю, мне доводилось использовать стаканчики из подмолочных продуктов, такие вот тетропак. Ну, в принципе, ничего страшного с ними не происходит. Ни разу каких-то проблем с рассадой в этих стаканчиках не было. Видимо, не так уж это и опасно. Галина. Ночи холодные, все лето 9-12 градусов. Весной дожди долго были. Поливала всего два раза из шланга по земле в проходах между рядами. Подкормила один раз коровиком с золой и крапивой. Зажирели сильно, даже на листьях начали пасынки расти. Скорее всего, подкормки хватало за счет мульчирования свежей травой. Все, что скашиваю под них, ветки ломятся от урожая, начинают зреть. В теплице свои выращиваю всегда много, но болезни одолевают. Соседи и друзья не верят, что у нас такое возможно. Соседке дала рассады 35 штук. У нее в теплице столько не было, сколько на улице. Она крупные собрала, боится фитофторы. А я дождалась до конца. Можно обрывать и выше, чтобы кисти томатов были на солнышке. Ирина, оставьте по одному листу для питания кисти, остальное убирайте. Валентина, важно, из-за высокой температуры пыльца помидоров становится стерильной. Нет опыления. От себя добавлю, что это где-то градусов 30. Да, помидоры самоопыляемые, но пыльце ведь тоже нужно полноценный попасть на пестик. То есть сухой и сыпучий. Утром она влажная, а в 9 утра хоть и сухая, но уже неполноценная. После плюс 27 градусов она просто стерилизуется и не способна к оплодотворению. Галина, про семена могу добавить следующее. Можно покупать не в магазинах, а на местных ярмарках-продажах у местных огородников. Сейчас везде есть клубы садоводов. Я сама уже лет 8 посещаю клуб опытников-энтузиастов, где делимся опытом, семенами, саженцами и много читаю специальной литературы. На интернет уповать не следует. От себя добавляю. Помидоры выращиваю постоянно. Часть из них выращиваю безрассадным способом. Сею примерно в начале мая. Урожай, как правило, неплохой, только попозже недели на две. Это я к тому, что безрассадный способ тоже вполне можно использовать. Валентина, я вам точно могу сказать. Листья у помидоров скручиваются от недостатка молибдена. Это микроэлемент. Зинаида, еще к этому добавлю. Никогда нельзя поливать помидоры, когда они уже красные. Сначала убираете урожай и сразу поливаете. От большого прибытия воды, когда помидор уже созрел, он начинает лопаться. Вот еще хороший рецепт аджики. Помидоры 5 килограмм. Перец 2 килограмма. Через мелкую сетку пропустить через мясорубку. Перцы я пропускаю с семенами. Дать закипеть. Если использую мякоть помидор от сока, то уваривать не надо. Горький перец от 3 штук. Масло подсолнечное 1 стакан. 1 стакан меда. 1 стакан уксуса. Есть такая приправа хмели-сунели. 1 пакет 500 грамм чеснока мелко измельченного. Чеснок и уксус добавляем за 5 минут до готовности. Горького перца я оставлю немного, потому что люблю много толстым слоем накладывать на хлеб аджику. А вам, если нравится более горькое, добавьте больше горького перца. И обязательно мед. Он придает аджике особый вкус. Так как я пчеловод, добавляю мед во все многие блюда и салаты, которые заготавливаю на зиму. Они не становятся от этого сладкими, но приобретают прекрасный вкус. Это касается баклажанной икры. У нас называют таканы, тушеные овощи, лук, перец, баклажаны, томаты. По 2 килограмма каждого овоща. И последовательно добавляем в казан. В такой, как я их поставила, очередности. По 20 минут тушим, добавляя каждый. Вот такой еще интересный рецепт предложила нам наша зрительница. Ну что можно сказать? Очень интересный опыт от различных огородников. У каждого есть какие-то свои хитрости. Всегда интересно познакомиться с такими рассказами, кто как что-то делает. Потому что действительно это неисчерпаемая кладезь вот этих вот очень ценных методов при выращивании различных культур. Ну а в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев и всего самого доброго.